С 1 января 2020 года в России введены электронные трудовые книжки. Это новый формат хорошо знакомого документа. В Чувашии работа по переходу от бумажной версии к цифровой ведется с конца прошлого года. И уже более 7 тысяч жителей республики выбрали для себя электронную трудовую. Электронная книжка дает работающим гражданам постоянный и удобный доступ к информации о своей трудовой деятельности, работодателям новые возможности для кадрового учета. Независимо от формы введения документов, Пенсионный фонд узнает обо всех изменениях. Введение сведений о трудовой деятельности в электронной форме и представлении в органы Пенсионного фонда очень имеет большие преимущества перед тем, как на бумажном носителе. Во-первых, сам человек после принятия того или иного распорядительного документа может уже почти сейчас уже даже на следующий день увидеть его в личном кабинете застрахованного лица, либо на портале госуслуг ознакомиться теми или иными записями, правильностью введения записей. До конца года каждому работнику необходимо подать заявление в отдел кадров, выбрав для себя электронный или бумажный вариант. Часть сотрудников Цивильской районной больницы уже определились. Еще пока не все перешли. Из 385 работников у нас 297 уже перешли на электронные трудовые книжки. Есть и такие, которые оставили трудовую книжку, как обычно. Но это люди старого заказа, которые в возрасте, в основном большая часть уже перешла. Мы планируем до конца года закончить переход. Вот надеюсь, это будет и раньше, потому что работники уже как бы активно пишут заявление на переход именно в электронные трудовые книжки. Они знают, о чем преимущество, у них возникают вопросы, мы объясняем, разговариваем с ними, ведем беседу. А вот мои коллеги пока еще не перешли на электронные трудовые, но уже задумываются об этом. Ко всем новшествам привыкнуть очень сложно. Я работающий пенсионер. В принципе, мне все равно, конечно, электронная трудовая книга или такая книга. Но нам, конечно, пожилым все равно это привычнее такие книги. Если нужно будет, я, конечно, приму и решение, чтобы у меня была электронная трудовая книга, можно и так оставить. Я считаю, что лично для меня большой разницы нет, электронная трудовая книжка или бумажный носитель. Потому что если ты хорошо работаешь, соответственно, работодатель это видит, это ценит и платит себе зарплату. Для тех, у кого уже заведена трудовая книжка в бумажном варианте, переход на электронную версию – дело добровольное. Учет трудовой деятельности тех, кто впервые устроится на работу с 2021 года, будет вестись только в электронном виде. Валерия Дружнец, Наталья Мальчикова, Валерий Резюков.